17 февраля на календаре, конец рабочей недели. О главных событиях этого дня мы расскажем сегодня в нашей программе. В студии Елена Архарова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Внесены изменения в бюджет 2017 года. Утвержден состав общественного совета и назначен председатель контрольно-счетной палаты. Подробности заседания городского собрания депутатов. 490 ножниц в коллекции супругов Кукиных и 38 счастливых билетов Юлии Веселковой. Что коллекционируют Котлашане и какой смысл придают своим прециозным собраниям. Долгожданная премьера в Котловском драмтеатре. Спектакль по произведению Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца». Начнем выпуск с подробностей прошедшей сессии городского собрания депутатов. Ключевые моменты. Изменения в бюджете города на 2017 год. Утверждение состава общественного совета и назначение председателя контрольно-счетной палаты. Началась сессия с доклада об итогах работы ОМВД России Кутловской за 2016 год. Сотрудники правоохранительных органов доложили о криминогенной обстановке на территории города. А также сообщили городским политикам об общих проблемах, с которыми полицейские часто сталкиваются в работе. Население Котлоса не знает, куда звонить по таким вопросам, как, например, открытый люк, лампы люминесцентные где-то валяются, разбитые. Протечкам воды, стаям собак. Необходимость рассмотреть вопрос о том, чтобы у нас в городе был вновь создан вытрезвитель. Депутаты единогласно проголосовали за изменения в положении о предоставлении отчета главы города в собрании депутатов. Утвердили границу нового 21-го ТОСа и внесли изменения в план приватизации муниципальной недвижимости на текущий год. Единогласно были приняты изменения основных параметров бюджета на 2017 год. В частности, доходы уменьшились, расходы и дефицит, наоборот, стали больше. Доходы бюджета уменьшаются в целом на 1 миллион 51 тысяча 100 рублей за счет уменьшения объема межбюджетных трансфертов, которые у нас приходят из областного бюджета. В расходной части бюджета в целом она у нас увеличивается на 6 миллионов 356 тысяч 700 рублей. Дефицит бюджета на 2017 год увеличивается на 7 миллионов 407 тысяч 800 за счет изменения остатков, про которые я сказала в местном бюджете, эти 5 миллионов, и 2 миллиона остатки вышестоящих бюджетов. Вопрос, который обсуждался дольше всех, это утверждение новых членов общественного совета, органа, который является площадкой для прямого диалога общества и власти. В его состав должны войти неангажированные общественные деятели и активисты. Создание общественного совета в городах регионах это шаг к развитию гражданского общества. Предлагается, что все-таки предпочтение отдавать кандидатам, выдвинутым от некоммерческих организаций и трудовых коллективов. Одна простая причина, потому что мы не исключаем возможности ангажированности того иного самовыдвиженца на этот пост. И смотрим, что за кандидатами, которые выдвигаются некоммерческие организации, от организаций и госучреждений, о том, что это более прозрачные и за ними стоят люди на сегодняшний момент. По регламенту одного члена общественного совета выдвигает региональная общественная палата. Семь членов глава города и они уже утверждены. Еще семь кандидатур утверждает собрание депутатов, что и предстояло сделать народным избранникам на текущей сессии. Всего заявилось 13 кандидатур. Их выбирали путем рейтингового голосования. Спустя 15 минут список членов общественного совета от депутатского корпуса был озвучен и утвержден. Брессель, Ибадулаев, Меньшаков, Антоновский, Панов, Шершова и Быков. Данные семь кандидатов набрали наибольшее количество. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Нет, возближался. Нет. Вопрос прошел в 12.20. Депутаты рассказали об итогах работы за 2016 год и озвучили намеченные планы на дальнейшую работу. 51-я сессия городского собрания депутатов на этом закончилась, но следом прошло еще одно, внеочередное заседание. Необходимо было решить три важных вопроса. О повышении стоимости муниципальных услуг по погребению усопших, о порядке осмотра зданий и сооружений по части их безопасности и выдаче рекомендаций по устранению нарушений, а также утвердить кандидатуру на должность председателя контрольной счетной палаты муниципального образования Котлас. Этот вопрос вызвал противостояние мнений администрации города и депутатского корпуса. Администрация предлагала кандидатуру Елены Вельган, собрание депутатов Александра Носарева. Пришлось снова прибегнуть к процедуре голосования. Кто за то, чтобы председателем контрольно-счетной комиссии была назначена Вельган Елена Евгеньевна? Прошу проголосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 девять. Спасибо. Кто против? Два. Кто воздержался? Остальные. Так, и второй раз проголосовать, да? Кто за то, чтобы председателем контрольно-счетной палаты был Александр Николаевич Носарев. Прошу проголосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять. Кто воздержался? Все остальные. По большинству голосов проходит Вельган Елена Евгеньевна, с чем мы ее поздравляем. К своим новым должностным обязанностям Елена Евгеньевна Вельган приступит с 3 марта, пока она находится на должности начальника контрольно-ревизионного отдела финансового управления муниципального образования Котлас. Котласский дворец культуры приглашает 23 февраля в 16 часов на праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Для вас выступление лучших солистов и творческих коллективов города. Создайте своим любимым мужчинам праздничное настроение. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Красавицы, готовьтесь! Если ты не замужем, ростом выше 165 сантиметров, живешь или учишься в Котласе, яркое, общительное, мы ждем тебя 5 марта в 15 часов в Котласском ДК на кастинг конкурса красоты «Мисс Котлас-2017», победительница которого получит путевку на «Мисс Архангельск-2017». Подробности и анкета на участие ВКонтакте. Заявки принимаются до 24 февраля. Билеты на шоу уже в продаже. На следующей неделе в Котласе открывается уникальная фотовыставка. Это очередной проект котловской фотохудожницы Анны Шулятьевой. Посвящена экспозиция местным коллекционерам. С некоторыми из них встретились мои коллеги Юлия Лобанова и Александр Потюков. Наиболее интересная модель для обрезания сигар работает как объектив фотоаппарата. Первое, что бросается в глаза в доме супругов Кукиных, это две стены с ножницами. Всего их 490. Разных размеров, форм, эпох и предназначений. Татьяна и Александра коллекционируют ножницы 23 года. «Ну это, наверное, из-за того, что Вологодский. Я же уроженец Вологодский. Вологодские ножи любят, но у меня проперли ножницы». Первым экспонатом Кукиных стали обычные хозяйственные ножницы. Со временем коллекция разрослась, и супруги разделили их по отраслям. От маленьких декоративных экземпляров до больших садовых. Есть в арсенале Татьяна и Александра ножницы медицинские, рыбацкие, детские и швейные. При необходимости супруги используют их в работе. Вот датированные старинные ножницы – это 1870 год. На них есть дата, поэтому мы можем сказать, что они этого периода. Если смотреть по самому внешнему древнему экземпляру, то, наверное, это вот такие ножницы. Но они найдены были в земле, поэтому мы не можем их датировать. Но это явно кованые ножницы. У нас есть другие экземпляры, лучше сохранившиеся. Примерно так они выглядели, когда были еще в рабочем состоянии. А сейчас вот они выглядят так. Сделать мы с ними ничего больше не могли. Самые любопытные экземпляры своей коллекции Кукины представят на фото-выставке Анны Шулятьевой, которая откроется в торговом центре «Арктика» 26 февраля. Свой проект Анна вынашивала почти год. Искала героев, интересные истории и предметы. В итоге вместе с Кукинами набралось 15 участников. Выставка не будет не только фото-выставка, хотя мы делаем в процессе портрет, мы делаем выставку-инсталляцию. То есть у каждого коллекционера мы просим либо часть его коллекции, когда это очень большая, либо всю его коллекцию необычную. То есть придя на выставку, вы могли бы не только увидеть портрет, но и увидеть те вещи, которые коллекционируют наши земляки. Например, на выставке можно увидеть коллекцию счастливых билетиков, которую собирает котлашанка Юлия Веселкова. За пять лет она накопила 38 таких проездных талонов. Есть их, как это принято, девушка не собирается. Коллекция счастья и без того приносит своей хозяйке немало приятных моментов. Например, в январе Юля, которая много лет занимается стрельбой, получила звание лучшая спортсменка 2016 года по версии общественного движения «Спортивный котлос». Юля уверена, удачу принесли ей именно счастливые билетики. Бережешь коллекцию? Берегу, да. Банки из-под пуля у меня хранятся. Еще одна участница проекта Екатерина Сорокина, больше известная, как Кэти Степлер, коллекционирует монстриков. Их девушка делает сама – из полимерной глины, ткани и искусственных волос. Вдохновение Кэти челпает в мультфильмах, сериалах, типа «Игры престолов» и ужастиках. Игрушки получаются необычные и, может быть, даже пугающие. Но Кэти уверена, ее куклы приносят только счастье и позитив. Черное – это, в общем, из серии «Игры престолов». Меня тут вдохновил мальчик, который вот у них был, Джон Сноу, который был не из семьи, его выгнали. Вот что-то мне тоже захотелось. У него и плащик такой же, и ножки есть. Фото-выставка коллекционеров и их коллекции под названием «Больше чем один» откроется в выставочном зале «Арт-рум» торгового центра «Арктика» 26 февраля в 18.00. Работать экспозиция будет до 10 марта. Долгожданная премьера в Котовском драмтеатре. Спектакль по произведению Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца». Это первая постановка в рамках программы «Школьная классика в театре», на которую выделены федеральные средства. Он малый, малый, только сердце у него нежное. Как поступить юноше, если его сердце тает от любви при виде каждой молоденькой девушки? Герой сюжета позвал замуж сразу несколько дам. И вот незадача. Все они согласились. Спектакль поставлен по пьесе Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца». Остроумный, легкий и комедийный сюжет в жанре русской классической водоявили доставит удовольствие зрителям любого возраста. Все действие происходит в 1850 году. И в этом спектакле мы постарались передать атмосферу именно того года. У Владимира Сологуба написан замечательный сюжет. И чем хороша классика, тем что она актуальна во все времена. И сколько бы лет ни прошло, она всегда интересна и актуальна. И каждый может подчеркнуть в ней что-то свое. Спектакль «Беда от нежного сердца» – это первая постановка в Котловском драмтеатре, на которую выделены средства федерального бюджета. Всего в 2017 году таких постановок будет четыре. И все по произведениям классической школьной литературы. Пушкина, Фанвизина, Сологуба и Андерсона. В этом сезоне у нас будет, помимо вот этого спектакля, еще «Метель Пушкина» и «Недерс». Наверное, самый спектакль, который мы ждем. Уже 23 февраля приезжает московская команда на следующую постановку. Артисты Котловского драмтеатра решили не просто показать постановку пьесы «Беда от нежного сердца», а буквально окунуть зрителей в середину 19 века, в атмосферу дома госпожи Бояркиной, героини произведения. На начало спектакля в фойе театра зрителей будет встречать живая музыка – романсы в исполнении Ольги Белых. А после спектакля небольшой бал, где артисты театра покажут популярные в середине 19 века танцы. Спектакль «Беда от нежного сердца» повторится в нынешнем театральном сезоне не менее 15 раз. Премьера состоялась уже сегодня. Сегодня в Котловском дворце культуры открылся четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы Севера». В нем примут участие творческие коллективы и сольные исполнители из нескольких районов Архангельской области. Фестиваль будет длиться три дня. Сегодня состоялся конкурс по вокалу и художественному чтению, в субботу по вокалу и хореографии. Финальный галоконцерт пройдет в воскресенье в 11 часов. Билеты на него можно купить в кассе. В субботу она работает с 12.30 до 20 часов вечера, в воскресенье с 11.30 до 17.00. Спасибо вам в сети! Это все новости на сегодня. Если у вас есть темы для репортажей, звоните в редакцию по телефону 259-98. Приятных вам выходных и всего доброго!